Какой фильтр лучше? Внутренний, навесной или наружный? Всем привет! Наши клиенты очень часто нам задают вопрос Какой же фильтр лучше подобрать? Внутренний, навесной или наружный биологический? Тут можно дискуссировать очень долго и нудно Но рассмотрим в общих чертах плюсы и минусы Основной критерий при подборе фильтра для аквариума Я считаю цена Естественно, любой внутренний фильтр в своей ценовой категории будет самый недорогой Средний по цене будет навесной фильтр И самый более дорогой вариант это наружный биологический фильтр Начнем с внутреннего фильтра, его функционал Любой внутренний фильтр это корпус, в котором идет насос и фильтрующий элемент Внутренний фильтр может просто фильтровать воду с помощью своих насадок, которые идут В основном во всех фильтрах это такая тройная насадочка Тройничок, на нее одевается трубочка И с помощью этого доп на ворота вы можете еще делать в вашем аквариуме не только фильтрацию, а еще и обогащение кислорода Но надо не забывать, что когда мочалка фильтра забивается Давление падает и пузырьков будет в аквариуме все меньше и меньше Потому назвать, что внутренний фильтр это панацея, чтобы рыбки не умерли от кислородного голодания Это будет неверно То есть это все-таки дополнительная подача воздуха Всем клиентам рекомендую Фильтр это фильтр, а компрессор надо покупать отдельно Потому что компрессор это независимый агрегат, который постоянно нагнетает воздух в аквариум Но рассмотрим на варианте, как чаще всего люди приобретают Внутренний фильтр Как он работает? Опускаем его полностью в воду, к стеночке приклеиваем Снизу всасывается грязная вода В трубочку всасывается воздух Отсюда выходит чистая вода и пузырьки воздуха Период обслуживания внутреннего фильтра В зависимости от подобранной вами модели Ну, к примеру, раз в неделю, раз в две недели Вы снимаете фильтрующий элемент Саму кассету Вытаскиваете мочалку Оттуда промываете ее и дальше устанавливаете Итого, внутренний фильтр Прост в установке Второе, имеет невысокую цену Может обогащать воду кислородом Недостаток его в том, что для того, чтобы его достать Нужно будет залазить в аквариум В большинстве случаев люди покупают фильтр С небольшим объемом фильтрующего элемента Потому что чаще вы будете его обслуживать Подача кислорода осуществляется через данную трубку Когда мочалка забивается, пузырьков становится все меньше и меньше Но, так как по цене это самый бюджетный вариант Чаще всего люди покупают внутренний фильтр Дальше, вариант навесного фильтра Еще с советских времен Очень многие знают такие варианты Навесной фильтр Они существуют разных производителей Китайские, польские Но в основном берут Китай Потому что цена-качество Отношение имеет самое такое оптимальное Любой навесной фильтр Надо подбирать в зависимости от объема аквариума Мы в этом вам сможем помочь Дальше Навесной фильтр имеет среднюю цену Его преимущество Он висит снаружи аквариума Всасывает через патрубок воду Профильтровывает И отсюда водопадиком вода сливается То есть, в принципе, если у вас Выходящая струя будет выше уровня воды И будет еще и идти неплохое обогащение кислородом То есть, в принципе, тоже Насыщать воду кислородом он тоже будет Преимущество еще какое Удобство, что он не занимает место в аквариуме Удобный вариант его обслуживания То есть, снимаете верхнюю крышку Достаете мочалку, промываете Очень часто люди Навесной фильтр Делают вставки биологической фильтрации То есть, он получается многофункционален Его основной недостаток На мой взгляд, любого навесного фильтра То есть, если вы Если вы имеете в вашем аквариуме К примеру Стандартную фирменную крышку То установить Фильтр В принципе, у вас не получится Выйдя только в одном варианте Вам нужно будет сзади в крышке Вырезать специальное отверстие Для того, чтобы установить фильтр При стандартном варианте использования Без вырезания в крышке отверстия Вы его установить не сможете Потому что лючок Окошка для вывода проводов Значительно меньше Чем вот этот размер навесного фильтра Итого По навесным фильтрам Преимущество Средняя цена Не занимает место в аквариуме Имеет довольно-таки большой объем фильтрующего элемента Может насыщать еще воду Воздухом, кислородом Недостаток То, что не всем он подходит В плане установки Но специалисты Аквариумисты Очень часто их используют Потому что у них нету аквариумной крышки Сверху И перейдем в следующий вариант Это В наружный биологический фильтр Преимущество Любых фильтров Не будем брать определенную марку Мы сейчас рассматриваем на варианте Китайского наружного фильтра Преимущество Стоит извне аквариума Имеет большой объем фильтрующего элемента Имеет много секционные Много секций с фильтрующими разными элементами Его можно редко обслуживать За счет большого объема фильтрующего элемента Самое главное Удобен Стоит в тумбе В аквариум у вас заходит два шланга Всос воды и выброс воды Для того чтобы его помыть Вам нужно будет только На штуцерах перекрыть воду Вы воду перекрываете Шланги у вас отсоединяются И в эту канистру промываете Все фильтрующие элементы Итого Подведем итог Нашего видео обзора Внутренний фильтр Недорогой Устанавливается во внутрь аквариума Чаще всего И покупают наши клиенты Потому что Опять же Цена 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 Навесной Фильтр Удобен В обслуживании Не занимает места в аквариуме Недостаток Если стоит аквариумная крышка Не всегда его можно установить Наружный биологический фильтр Самый практичный Потому что Стоит и снаружи аквариума В тумбочке Имеет большой объем Фильтрующего элемента Реже его обслуживаем За счет этого Не занимает места в аквариуме Удобен Краниками Перекрываем воду И отсоединяем само ведро Все это не по-разному Потому Внутренний Недорого Навесной Дешевле Ой Извините Навесной Средняя цена Наружники Начинается Там в среднем От 500 гривен И выше Итого Перед Что еще порекомендую Перед запуском любого Фильтрующего Фильтра И фильтрующего элемента Существует Большое разнообразие Всяких Биологических добавок Которые Ускоряют запуск Вашего фильтра В данном случае Я показываю Фирмы Тетра Бактозим Живые бактерии Или Препарат Довольно-таки Очень часто покупают У нас Аквайр Ермолаева Биостартер Это для Быстрого запуска Фильтрующего элемента Живые бактерии Капаются Если это Внутренний фильтр Внутрь на мочалку Тут на мочалку Или тут разбираем И лучше всего Наверное На биошары Капаем этот препарат Ускоряет запуск Вашего фильтра Спасибо за внимание По Более детальной информации Обращайтесь на наш сайт Заокол.com.ua До скорых встреч До свидания